Яркие события, необычные, удивительные, креативные, талантливые люди. Холосовские размышления самых настоящих, но пока еще совсем юных экспертов. Все это в ленте проекта «Инфограф» о самом важном, громком и заметном. О том, чем живет брянская молодежь, расскажу я, Кристина Протхивала. Итак, обо всем по порядку. Арабские мотивы, потрясающие костюмы, грация и пластика. Любители восточных танцев выясняли, кто лучше на межрегиональном фестивале-конкурсе «Радуга талантов». В этом году он собрал около 300 участников из Брянской, Орловской, Калужской и Московской областей. В итоге большая часть наград досталась танцорам из брянской студии «Жемчужина», а также воспитанникам коллектива «Шахерезада» из Унечи. Брянская модель Серафима Лопаник стала участницей международного конкурса красоты «Мисс Туризм Амбассадор». В эти дни он проходит в Маниле, столице Филиппин. В борьбе за корону участвуют 60 девушек со всего мира. Абсолютно все они стали лучшими на национальном этапе. Наша землячка не исключение. Серафима Лопаник с триумфом одержала победу на всероссийском конкурсе. Пожелаем Серафиме не сбавлять обороты и привести заветную корону в Брянск. Известная брянская этно-поп-группа «Фолк Стар» участвует в музыкальном конкурсе «Хит-парад ТОП-15». Ребятам нужна ваша поддержка. Голосование продлится до конца декабря. Отдать свой голос за ребят можно, пройдя по ссылке в официальной группе «Фолк Стар» ВКонтакте. 5 декабря в России впервые отмечается День добровольцев. В преддверии праздника брянские волонтеры в правительстве получили награды. Лучшим из лучших вручили благодарственные письма губернатора и личные книжки. В них будет содержаться вся информация о деятельности волонтера, о наградах, а также о стаже. Моё сердце. Твоё сердце. Оно, оно оживо, оно живое. Перенос глаз из головы туман. Твоё сердце похоже на океан. Безграничное, необъятное, настоящее. Ты живой. В Брянске состоялся творческий вечер молодых журналистов Ольги и Игоря Умаровых. От сердца к сердцу пронзительно и честно. В каждой строчке откровения и тёплая волна нежности друг к другу и к тому, что вокруг. Всё, что вдруг рождалось, творилось, писалось на эмоциях. Всё это вдохновлённые друг другом супруги решили произнести вслух. Встретив тебя, я оказалась скована этой рекой и, честно признаться, не могла подумать, что мне творится окно. Но раз чудо случилось, то ты мне позволь показать тебе мир таким, какой его вижу я. Да, я нашёл то, что мне было нужно, то, что я искал на протяжении 29 лет. А моя есть главное вдохновение? Да, вроде работает. Солнце, иди сюда. Давай. Совместный проект Оли и Игоря начался с социальных сетей. На протяжении года на интернет-просторах они делились своими стихами, после чего поняли, что готовы к собственному фоэтическому вечеру. Любовь, чувство – это вечная тема. Пожалуй, это то, что нас тоже сближает, то, что дало нам такую точку опоры, когда мы делали, готовили этот вечер. И, соответственно, будет посвящён вечер такому глубокому чувству, любовь поинтересу в разных проявлениях. Писать каждый из них начал задолго до встречи друг с другом. Их произведения часто звучали на всевозможных поэтических вечерах и фестивалях. Кстати, именно Игорь несколько лет назад создал поэтическую платформу, которая долгое время была площадкой для новых талантов. Проект произношения – это новый этап творческого развития. В ходе вечера супруги представили спектакль «Пишу тебе» и пьесу-поэму «Дома воды». Моё сердце можно смело тушить сигареты. Да это и делали по сюжету, словно звёздами засеивая ночное небо, по точкам, по строчкам выжигали на нём чужое имя. Пьеса «Дома реки» была написана за, в сути, полтора вечера. Сама поэма – это, как можно сказать, переложение такой сказки про рыбака и… Ну, не рыбку, а русалку. Такую достаточно вольную. Ну, это… Не надо это брать. Вот. На самом деле, это просто одна из вариаций истории любви. Супруги Умаревы. Их объединяет не только поэзия. Ещё одна общая страсть – журналистика. Всё, что видит вокруг, он рассказывает в телеэфире. Игорь – корреспондент телеканала «Брянская губерния». Свою точку зрения на ежедневные события Ольга излагает на страницах известных брянских изданий. Олю читаю чаще, почему-то, чем Игоря. Ну, это просто романтика, это такой полёт души. Очень нравятся её стихи. Ну, Игорь – это тоже такие, какие-то концептуальные они всегда. Эта пара, они всегда, наверное, в таком творческом состоянии пребывают. И очень замечательно, что они вместе встретились, и теперь ещё и творят вместе. Это отличный, вдохновляющий пример. Пример того, как можно и работать, и трудиться, и находить в повседневной жизни место для творчества. Это потрясающая пара. Ну, знакомьтесь, это у нас Аркадий. Он любит книги и любит их читать. У него уже достаточно большая коллекция. Это совсем малая часть того, что, в принципе, он прочитал и чем готов поделиться. Ещё одним событием вечера стала акция по обмену книгами «Книжный чемодан». Кстати, своим именем «Чемодан Аркадий» обязан писателю, сатирику и драматургу Аркадию Аверченко. Надо сказать, что в ходе вечера Аркадий завоевал неплохую популярность. Мы в Брянском государственном университете. Находимся мы здесь не случайно. Именно здесь учится героиня нашей сегодняшней рубрики «В объективе». Но речь сегодня пойдёт совсем не об учёбе. По крупице, по капле, по искре, по блёстке Принимала в подарок от каждой звезды берёзки Кто бы сомневался, найти нашу героиню оказалось несложно. Где ещё, кроме сцены, можно застать свободной от лекции «Время» участницу универвидения. Итак, знакомьтесь, Анастасия Бедлюченко, студентка 4-го курса факультета иностранных языков. Талантливая вокалистка, достойно представившая Брянскую область в Республике Коми на национальном музыкальном конкурсе «Универвидение». Чтобы не было сердце лениво-спесиво Чтоб за каждую малость оно говорило спасибо Спасибо, спасибо Спасибо Настя, ну расскажи, как так получилось вообще, как ты оказалась на универвидении? Дело в том, что я победила в 2016 году, заняла первое место на всеуниверситетском универвидении. И мне выпала уникальная возможность попасть в качестве победительницы в Брянском государственном университете поехать в Сыкт-Укар. Зазвание «Лучший студенческий голос» в этом году боролись 62 участника из 27 вузов страны. Всем вокалистам предстояло пройти отборочный этап. В этом туре Настя исполнила композицию из мюзикла «Джим Гёллс». Выступление привело в восторг экспертов и членов жюри и позволило брянской студентке дойти до финала. Я как бы люблю находиться в центре внимания и всегда стараюсь быть везде. В первый же день я вышла в шикарном платье и дала понять, что вот я здесь, посмотрите на меня, вот такая песня. И в итоге в финале мне дали образ голливудской звезды. Я первая была на такой сцене. Крутой звук, крутой свет, все профессионально. И первые минуты, вот именно голоконцерта, я сидела и сдерживала слезы. То есть у меня были слезы счастья. Я вот сижу, понимаю, что макияж, нельзя плакать, но я вот прям сдерживаю себя. Было очень все круто. Результат Насти на национальном конкурсе «Универвидение» – девятое место. Стоит сказать, что для брянской вокалистки это далеко не первое испытание на музыкальном поприще. Ее карьера началась в пять лет. Талант заметила мама. Она же привела в музыкальную школу в родном Луганске. За это время десятки и даже сотни фестивалей. В 16 лет Настя принимает участие в популярном украинском проекте «Х-фактор». В 2014-м жизнь не оставляет выбора. Из Луганска необходимо уехать. Вместе с мамой Анастасия оказывается в Брянске. Сцена БГУ как будто ждала. Принимает сразу и безоговорочно. Покорить Насте удалось не только студенческую сцену. Сегодня Анастасия Бедлюченко является вокалисткой кавер-группы «Качели». Солнце побеждает холодную терпкую тьму и летит, чтобы видеть улыбку твою, которую ты ему даришь. Меня просто посоветовали Александру Романченко. Он обо мне слышал. Он мне написал Анастасия. Здравствуйте. Я хотел бы с вами посотрудничать. И, конечно, давайте с удовольствием. Новый проект фоновой музыки, лаунжевой, джаз. Постоянное развитие и ничего кроме. Таковы ближайшие планы артистки. Кстати, возможно, в следующем году Анастасия Бедлюченко решится попробовать свои силы в одном из популярных российских вокальных телепроектов. Серость, то мокрый снег, то дождь на погоду. В Центральной России в эти дни не жаловался, наверное, только ленивый. Но больше всех погодные ситуации обеспокоены наши мини-эксперты. Варь, ну что, скажи, не хватает сугробов? Не хватает. И себе надо по колено снега. Ну, если был бы снег, что бы ты делала? Играла бы снежки, сделала снежный ангел и лепила снеговиков. Откуда берется снег? Из снежных облаков. А почему он белый? Потому что его раскрашает матушка природа-то. Беспокоит тебя погодная ситуация? Беспокоит. Что с этим можно сделать? Как сделать так, чтобы снег пришел? Просто надо дождаться зимой. Просто снег выпадает, когда ему хочется. Сергей Сергеевич, где взять снег? Снег взять, может, на юго-место, может, на севере. И в юго. С юго? Да. Там много обычно снега, да? Да. Иногда там снег бывает. Ты видел на юге снег? Я туда не ходил. Кого мы отправим туда? Меня, конечно. Мы в огонь и в строении вообще ноль. Ну, смотри, мы приехали. Программа Инфограм вернулась. Ты рада вообще? Да. Я так скучала, папа. Очень скучала. Нужна наша программа вообще, Варь? Нужна. Чтобы показывать, по телевизору, как кто-то выступает. А кто тебя научил так танцевать? Бабушка тоже еще. Бабушка любит тиктоник танцевать? Да. То есть ты ей на ночь тихо, а она тебе тиктоник? Да. Это была программа Инфограм. Листайте ленту самых ярких событий вместе с нами. Тиктоник танцевать. 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 Тиктоник танцевать.